Моя Караганда 1969 год. Карагандинцы встречают героев космоса. У Дворца Горняков негде упасть яблоку. В Караганду прибыли участники группового полета советских космических кораблей товарищей Шаталов, Елисеев и Хрунов. Год 1969 был воистину звездным для Караганды. В январе в близ совхоза Березняки приземлился Союз-4 с космонавтами Елисеевым, Шаталовым, Хруновым и Волыновым. А в середине октября три дня подряд Союзы с экипажами финишировали в окрестностях Караганды. Гостями нашего города стали летчики-космонавты Шонин, Кубасов, Филипченко, Волков, Гробатко, Шаталов и Елисеев. Впоследствии экипажи космических кораблей Союз, Союз-Т, Союз-ТМ также приземлялись в заданном районе Карагандинской области. На местах приземления космических кораблей в свое время были установлены мемориальные сооружения. В Караганде одна из лучших площадей в центре города носит имя первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Увековечено имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Гостиница «Чайка», где она находилась после космического полета, названа в ее честь, как и улица в городе. Звание «Почетный гражданин Караганды» удостоены многие прославленные космонавты, которых встречали на Карагандинской земле после возвращения с орбиты. Любопытна и история панно-мозаики космонавт на торце магазина «Юбилейный». Мозаику из смальты и местных речных окатышей выполнил специально приглашенный из Москвы заслуженный художник России Виктор Крылов. Она должна была ознаменовать новый статус Караганды уже не третьей угольной кочегарки, а космической гавани. Мы сейчас очень много говорим о развитии туризма, о развитии местного туризма как об одном из таких факторов развития местных экономик устойчивых. И очень часто эти разговоры, они остаются разговорами. Поговорили, семинар провели, какие-то маршруты наметили, и все это до следующего мероприятия, это ничего не работает. И в этом смысле космос, он мог бы стать очень мощной, такой притягивающей такой точкой, магнитом, потому что разновидностей туризма очень много в мире. Существует экстремальный туризм, существует черный туризм, существует атомный туризм, посещение мест всевозможных, катастроф, аварий. Людей привлекает необычно, и этим можно пользоваться. Что касается Караганды, тут далеко ходить не нужно. Каждый день мы видим космонавта, который на торце дома, на Нуркена Абдирова, гигантская мозаика, как одно из следствий вот того большого советского космоса. Это тоже четкий, интересный арт-объект. Его можно, если делать, скажем, космическую экскурсию в Караганде, я бы с него просто начинал. Прекрасный панно-борельеф есть с космонавтами на улице Алиханова, рядом с областным экематом. Оно сейчас находится в таком крайне печальном состоянии. Там антенны сотовой связи установлены, кондиционеры прямо на этой стене. Хотя это можно облагородить, и это самый центр города, и тоже можно, как космический объект. В экологическом музее в Карагандинском есть артефакты, с места падения, с аварий, еще один объект. Гостиница «Чайка», где останавливались космонавты, которые в наших районах посадку совершали. И, собственно, гостиница названа позывным Валентины Терешковой. Это ее позывной был, когда она была в космосе. Новая гостиница, она сама по себе, можно сказать, является памятником такого неомодерна, архитектурным. А старое здание, оно очень деликатное, такое аккуратное. В таком советском, конечно, оно стиле сделано. И сейчас красотой, может быть, не блещет, но сам этот уголок очень интересный. Там очень интересный небольшой садик. Вот при должном старании, если приложить какие-то туда усилия, это прекрасный объект. Под Шахтинском, за Доленко, есть санаторий, в котором останавливались космонавты, когда был полет, самый длительный полет не в космической станции, а в космическом корабле. Рекорд до сих пор побит никем. 17 суток они находились фактически в ограниченных условиях. И когда вернулись, фактически не могли ходить после того, как приземлились, когда их из спускаемого аппарата извлекли. И было принято решение наукой, комиссией, специалистами, которые уже на последнем этапе, так сказать, полета занимались, было принято решение космонавтов поместить в санаторий и наблюдать на месте, с тем, чтобы не подвергать их перелету, там, звездный городок. И небольшой маленький такой санаторий есть, там места живописные, это все бывшая территория печально известного Карлага, зеленые такие там места, Арыки. И мы, когда в веломарафоны едем, всегда с друзьями отмечаем, что вот эта точка тоже могла бы быть таким, ну, одним из пунктов космических каких-то экскурсий. Поэтому в Караганде в одной из школ музеи есть прекрасный, космический. Очень много людей, которые с космосом были связаны. К сожалению, нет нашего коллеги и старшего товарища Валерия Савина, который очень много лет писал о космосе. Это тоже был такой, если можно говорить, человек-энциклопедия по этой теме. Поэтому у Караганды очень большой космический потенциал. Наш аэропорт, Сарарка, как такой, вот я как говорю, как связующий. И если вот определенные усилия приложить, то эту космическую тему в Караганде можно и нужно развивать. Если вот получится у нас парк, создадим космический. Потом, ну, это может быть такие планы, очень смелые. На одной из выставок наших студентов-архитекторов я увидел, что их замечательный преподаватель Лебедев Сергей Алексеевич давал им задание нарисовать проект Музея космонавтики. Ну, а почему бы и нет? Может быть, и когда-нибудь Музей космонавтики у нас появится. История космической гавани продолжается и получает новое развитие. В Караганде планируется создание космического парка. В 2018 году на орбиту с американским грузовым кораблем Dragon корпорации SpaceX улетели семена боярышника, собранные в Караганде. Они вернулись в июне, и теперь семена высадят в питомники и будут следить за тем, как они будут расти. От этого эксперимента ожидается одно – деревья, выросшие из семян, которые побывали в космосе, будут больше и выносливее земных. Идею такого эксперимента предложил Руслан Телегин. Прочитав статью о подобном эксперименте, проведенном еще в 1975 году участниками полета «Союз Аполлон», Руслан вдохновился идеей созданием в Караганде космопарка. Изначально планировалось отправить на орбиту семена караганы, но уже к концу лета кустарник отцвел, пришлось искать другие варианты. На помощь пришли специалисты биолога географического факультета Каргу имени Букетова. Вместе с ними было принято решение отправить в космос семена боярышника. Что касается самого парка, его место сейчас выбирают специалисты. Планируется, что это будет не просто аллея в каком-нибудь из уже существующих парков Караганды, а отдельный зеленый массив. История карагандинского спорта изобилует славными страницами. Сотни наших спортсменов добились побед на Олимпийских играх, чемпионатах мира, континентальных первенствах и многих республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях. Карагандинцы гордятся победами наших спортсменов, гордится ими весь Казахстан. Сегодня мы вспомним некоторых из них, лучших из лучших. Некоторое время назад в социальных сетях мы провели опрос с целью выяснить, кто, по мнению респондентов, является лучшим спортсменом Караганды за всю ее историю. И вот каковы результаты этого опроса. 5% участвовавших в опросе отдали свои голоса за Серика Нурказова. Наш земляк, боксер полулегкой весовой категории, выступал за сборную СССР в 80-е годы. Он был трехкратным чемпионом национального первенства, чемпионом Европы 1983 года, серебряным призером Кубка мира и международного турнира «Дружба» в Гаване. На соревнованиях представлял спортивное общество «Трудовые резервы». Заслуженный мастер спорта. Также известен как детский тренер по боксу и спортивный функционер. 6% респондентов отдали свои голоса за блестящего нашего спортсмена-тяжелоатлета Виктора Мазина. Воспитанник тренера Николая Николаевича Снегурова, электрослесарь шахты «Казахстанская». В 1980 году стал олимпийским чемпионом, получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В настоящее время Виктор Иванович проживает в Красноярском крае. Целых 9% опрошенных назвали лучшим из лучших легендарного форварда каргандинского шахтера Николая Игомбердиева. Воспитанник тренера Анатолия Чудинова, выступая в составе горняков, забил в чемпионатах СССР 182 гола. В одном только 1982 году он за сезон провел ворота соперников 33 мяча. Николай Ахметович ушел из жизни в 2015 году. Похоронен в городе Новороссийск Краснодарского края. В следующем нашем рейтинге идет борец классического стиля Игорь Растороцкий. 11% опрошенных отдали голоса за него. Его звезда взошла в 1985 году. Наш борец завоевал золотые медали на чемпионате Европы, а затем мира. Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. В Караганду он приехал в начале 80-х, выступал за Динамо, окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета. С 16% голосов идет еще одна звезда 80-х. Пока еще не превзойденный по количеству золотых олимпийских медалей карагандинский легкотлет Владимир Муравьев. Он родился в Караганде, выступал за трудовые резервы. После триумфа на Московской Олимпиаде 80-го года стал чемпионом СССР в беге на 200 метров, бронзовым медалистом Кубка мира выиграл Кубок Европы в эстафете. В 1987 году завоевал серебро на чемпионате мира, а в 1988 на Олимпийских играх в Сеуле Муравьев добыл свою вторую золотую медаль. Столько же процентов голосов, как и у Владимира Муравьева, досталось боксеру Серику Сапиеву. Чемпион мира 2005 и 2007 годов, Олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, обладатель Кубка Вэлла Баркера, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан. И на вершине рейтинга лучших карагандинских спортсменов Геннадий Геннадьевич Головкин, великий Triple G. За него отдали голоса 36% опрошенных. Казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории, чемпион мира среди любителей, серебряный призер Олимпийских игр. Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Победитель множества международных турниров, семикратный чемпион Казахстана, чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой спортакиады Республики Казахстан, победитель Кубка мира среди нефтяных стран, чемпион третьих Восточно-Азиатских игр. Головкин одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет. Повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков. Вот такие они, легендарные спортсмены-караганды. Знай наших. В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося ученого-геолога, общественного деятеля, доктора-геолога минералогических наук, профессора Каныша Садпаева. В истории казахского народа и Казахстана академик Садпаев был не только феноменальным провидцем тайн земных недр, выдающимся ученым и организатором науки, а прежде всего крупнейшим для своего времени мыслителем и естествоиспытателем. Большой общественный и государственный деятель, тонкий политик, внесший свой вклад в цивилизованное индустриальное развитие Казахстана, он был неформальным лидером общества. Он получил начальное образование в аульной школе, продолжил обучение в Павлодаре, где поступил в училище, которое окончил с отличием. После отправился в Семипалатинскую учительскую семинарию, единственные доступные для него по тем временам учебные заведения. Приобретенные в семинарии знания основ естествознания пробудили у пытливого и любознательного юношей стремление глубже познать окружающую природу. Каныш Садпаев увлекался многими видами искусств, любил слушать музыку, проявлял уважение к танцам. Он является автором учебника «Алгебра», написанной на родном языке для казахских школ. Объем его первого научного труда составлял 1642 страницы. Всего Садпаев написал более 640 научных работ. В годы войны тоже очень большой вклад внеска на Шамотович Садпаев. Именно тогда стране не хватало марганца. А марганец использовался для бронетехники, для танков. Марганца уже и не было, потому что с наступлением фашистской Германии те залежи марганца отошли. И то есть осталось только один момент. И он говорил, что был в 1926 году, и я видел там марганец, он должен побыть. И в Джизды буквально за несколько недель, за две, за три недели, они уже сделали сразу и начинается сразу поставка марганца. То есть марганец шел только от Центрального Казахстана, именно туда для фронта. То есть это был большой такой момент. Для Карганды, конечно, сделал очень много. Это первый момент. Это, конечно же, Джизказган, сам город Джизказган, сам город Садпаев. Это детище, который он сам создавал. Представьте себе, пыльную, именно в той стороне, где вечной пылью, и не могло быть даже в голове, не могло создаться то, что здесь будет голод, и здесь будет большой. Он сделал очень многое, он создал этот город. После гонений, когда у него забрали все должности, именно и президент Академии наук, и вот в тот момент он создает металлогеническую карту Центрального Казахстана. То есть это очень тоже большой момент. И после уже 56-го года, вот уже 56-го, после 53-го, когда был уже 20-й съезд, когда развенчали культ личности Сталина, ему все эти вот возвратили регалии. Второе, именно большой этот промышленный регион всегда нуждался в воде. Сараарка, в основном было много лет, но они часто засыхали, и нужен был канал. И именно создание канала Иртыш-Караганда, который сейчас стратегический объект, именно тоже связано с Иртыш-Монтайч Садпаев. Металлический комбинат ныне, где стоит, и Самаркандское водохранилище, вот куда впадает в канал Иртыш-Караганда, эту площадку также выбрал Каныш Иртыш-Монтайч Садпаев. И поэтому, да, можно сказать, что Каныш Иртыш-Монтайч Садпаев для Караганды, как и для всего, да, Казахстана сделал многое, и наш же президент, Иртыш-Монтайч Назарбаев говорил, то, что имя Каныш Иртыш-Монтайч Садпаева, это великий человек, а не только Казахстана, это и великий человек тоже 20-го века. Он также носил кат и в культуру, да, вот, и народный пост, героический пост Едыге, также он написал, и опять-таки его археологию, если касаться. То есть для вот этих моментов, конечно, он сделал очень многое. И сегодня, когда Карагандинская область, промышленное сердце, да, республики Казахстан, то именно завел, да, это промышленное сердце, как раз-таки Каныш Иртыш-Монтайч Садпаев. В 1951 году Садпаев впал в немилость, но после смены власти в 1954 ученого признали невиновным. Вплоть до смерти он участвовал в партийной жизни страны. Его избирали депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1947 года Каныш Садпаев, как депутат Верховного Совета, был приглашен британским парламентом в Лондон. Там он встретился с Уинстоном Черчиллем. Премьер-министр Англии спросил Садпаева, «Все казахи такие статные и храбрые, как вы». На это наш ученый ответил, «Нет, среди казахов я самый маленький, мой народ намного выше меня». Теперь, отправляясь в город Садпаев или гуляя по одноименной улице в Караганзе, вы будете знать, чем прославился Каныш Садпаев. Каныш Садпаев. Каныш Садпаев. Каныш Садпаев.